Австрия не признает результаты президентских выборов в оккупированном Крыму. Австрийский президент с трехдневным визитом в Киеве. Не дожидаясь повесток, встали на защиту Родины. День добровольца в Украине. Смотрите на звезды, они под ноги. На 77-м году жизни мир покинул британский ученый Стивен Хокинг. Поддержка Украины в борьбе за территориальную целостность, экономическое и культурное сотрудничество. Такие темы обсудили президенты Украины и Австрии. В Киеве Александр Вандербеллен прибыл с официальным визитом по приглашению Петра Порошенко. Вместе с ним приехали 40 представителей австрийского бизнеса в поисках новых партнеров на экономическом форуме. Подробности в репортаже Евгения Бурды. В администрации президента Украины встречают гостей из Австрии. Это первый официальный визит в Киев Александра Вандербеллена в качестве федерального президента. Нарушает протокол шапка, которая упала с караульного во время приветственного салюта главам государств. После официальной встречи подписание межправительственного соглашения. Украина и Австрия договорились о сотрудничестве в области культуры, образования и науки. Министерство иностранных дел создало новую концепцию украинского института. И один из первых филиалов открывается именно в Вене. Такие институты будут обеспечивать культурное присутствие Украины в странах Евросоюза. Политические заявления о Крыме и Донбассе Александр Дербеллен заверил. Австрия поддерживает ведение миротворцев ООН на восток Украины. И не признает результаты предстоящих выборов президента России в оккупированном Крыму. С точки зрения Австрии понятно, что аннексия Крыма является противоправной. Была и есть. И это также позиция Европейского Союза. Поэтому на территории Крыма не могут проходить выборы в российский парламент или же выборы российского президента. И это не только моя точка зрения. Это точка зрения всего австрийского правительства. Очень важна официальная позиция правительства и президента Австрии о том, что они не направляют туда наблюдателей и не признают эти выборы. Уверен, наши совместные действия должны в конце концов привести к освобождению украинской территории. Российская агрессия не отпугнула австрийский бизнес. Страна остается одним из крупнейших инвесторов в украинскую экономику. Общий объем австрийских вложений превысил миллиард триста миллионов долларов США. Когда началась агрессия России против Украины четыре года назад, у некоторых иностранных компаний не выдержали нервы и они ушли. Сейчас жалеют об этом. А из нескольких сотен австрийских компаний ни одна не покинула Украину. Согласно опросам, они причисляют Украину к пятерке наиболее инвестиционно привлекательных стран. Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС стимулировало взаимный рост товарооборота между странами. Украинский экспорт в Австрию возрос на 50 процентов и превысил 650 миллионов евро. Австрийский импорт на 15 процентов до 420 миллионов евро. Инвестиционный и торговый потенциал Австрии в Украине не раскрыт в полной мере. Он будет развиваться. Украина сделала важные шаги для более комфортного бизнеса. Я также хочу поздравить Украину с возобновлением экономического роста. Австрийские компании уже создали в Украине свыше 30 тысяч рабочих мест и заинтересованы дальше развивать здесь бизнес. Особый интерес проявляют к финансовому банковскому сектору в сфере энергосбережения и экологии. Евгения Бурдаксона, Прыжка, Ярослав Матиш, Александр Бугай, ЮЭй ТВ. 29 обстрелов со стороны боевиков зафиксировано за первую неделю весеннего перемирия. Девять раз использовалось запрещенное минскими договоренностями вооружение. Такие данные озвучила украинская сторона на заседании трехсторонней контактной группы. Об этом рассказала пресс-секретарь представителя Украины на переговорах Леонида Кучмы, Дарка Алифер. На встрече в Минске также продолжили работу по освобождению заложников, договорились о порядке восстановления мобильной связи в оккупированных районах Донбасса. Работы проведет Водофон Украина при участии ОБСЕ. Обстрелов вдоль линии соприкосновения не зафиксировано. Об этом сообщили в штабе антитеррористической операции по состоянию на 6 часов вечера по киевскому времени. Украинские военнослужащие строго придерживаются условий полного прекращения огня. В Украине отмечают День добровольца. День тех, кто с началом российской агрессии, не дожидаясь повесток из военкоматов, пошел защищать страну. Многие несут службу уже почти 4 года. Немало таких в 24-м батальоне украинских вооруженных сил «Айдар». Его бойцы уверяют, традиции своего подразделения берегут. Об этом они рассказали Игорю Меделяну. Это видео снято в Старобельске в мае 2014-го. Еще без формы наспех вооруженные добровольцы из Луганской области проводят одну из своих первых операций. Освобождают проезд для украинской военной техники. Тогда во многих городах Донбасса пророссийские боевики блокировали дороги под видом мирных жителей. Так начинался боевой путь Айдара, одного из самых многочисленных добробатов впоследствии 24-го отдельного штурмового батальона вооруженных сил Украины. Его основой были и обычные люди, часто без навыков службы, без государственного довольствия и элементарной амуниции получали военный опыт на месте сражений. Я компьютерщик, сынуля мой был Буратино, подорвался на меня. Он кулинар, тот токарь, тот там в колхозе работал, тот какой-то. Ну то есть все обыкновенные люди с обыкновенными гражданскими профессиями. Я окончил Белоцерковский аграрный университет. Я менеджер организаций. Это в мирной жизни, а сейчас офицер, за плечами которого множество боев на тяжелейших участках фронта. Своё подразделение он не делит на добровольцев, воюющих с основания и на тех, кто заключил контракт годы спустя. 90% можно приравнять к тем добровольцам, которые когда-то пришли защищать свою страну без денег и отдавали жизни. Сейчас, да, им платят зарплату, но они добровольно пришли в военкомат и добровольно закончили контракт. География боев батальона Айдар широка. Это почти вся линия фронта на Донбассе. Враг боится Айдар. Враги нас боятся, потому что Айдар всегда давал адекватный, точный, прицельный ответ. Когда они начинали стрелять, мы отвечали точно и поражали цели. Часть бойцов, уйдя воевать четыре года назад, так и не смогла вернуться в свои дома, которые остались на оккупированной территории. До войны я был предпринимателем, вел там правозащитную деятельность, то есть война внесла в мою жизнь, ну, полностью всё изменилось. Я потерял бизнес, потерял квартиру, потерял, ну, потерял всё, можно сказать. В четырнадцатом году против, я точно знаю, что против меня там брат двоюродный воевал, племянник один и второй. Своё боевое задание они выполнили сполна, взяв под контроль несколько месяцев назад два населённых пункта в серой зоне Донбасса – Травневая и Гладосова. Сейчас впервые за два года на ротации, но продолжают совершенствовать и без того отточенные военные навыки. Говорят, впереди у них ещё одна главная задача. Игорь Меделян, Сергей Савельев, ЮАИ-ТВ. В марте 2014 года украинцы массово шли в военкоматы. Не всех добровольцев брали на службу. О пути от участника Майдана до кадрового военного в эксклюзивном интервью ЮАИ-ТВ рассказал офицер вооружённых сил Украины, доброволец, защитник Донецкого аэропорта Николай Тихонов. Я несколько раз ходил в военкомат. Первый раз 3 марта ещё, да, 3 марта 2014 года я первый раз пришёл в военкомат Аболонский, там, где я живу. Было очень много ребят, желающих пополнить ряды армии. Меня не взяли с первого раза. Я пришёл 27 марта, второй раз пришёл. Потом, после Майдана, я пришёл сразу после Майдана. Мы, ребята, которые были на Майдане три месяца, мы решили, что наше место теперь там, защищать Украину от врага. Полную версию интервью с офицером вооружённых сил Украины, добровольцем, защитником Донецкого аэропорта смотрите в программе «Лицом к лицу» на ЮАИ-ТВ. Это сразу после выпуска новостей. Посещение российским президентом оккупированного Крыма грубо нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины. Также это циничное и демонстративное пренебрежение нормами международного права, говорится в заявлении украинского МИДа. В ведомстве выразили протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом Владимира Путина на полуостров 14 марта и напомнили российской стороне, что Крым есть и будет оставаться неотъемлемой частью Украины в её международно признанных границах. Суд в оккупированном Крыму изменил приговор украинскому патриоту Владимиру Балуху. Из обвинения исключили пункт о приобретении боеприпасов, в связи с чем сократили срок лишения свободы на два месяца. Это подтвердило каналу ЮЭТВ глава правления Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник. Вместе с тем суд отказался вызвать свидетелей, которых не допросили во время судебного следствия, а также в проведении дополнительных экспертиз. ФСБ России задержала Балуха в конце 2016 года. Его незаконно обвинили в хранении боеприпасов и приговорили к 3 годам и 7 месяцам колонии поселения и штрафу. Выдворение российских дипломатов из Великобритании, приостановка двусторонних контактов с Москвой, возможный арест российских государственных активов. Эти меры анонсировала премьер Соединенного Королевства Тереза Мэй в ответ на отказ России разъяснить свою причастность к отравлению экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери. Действия Москвы вызвали негативную реакцию также в Евросоюзе и НАТО. Подробности далее в материале. 23 российских дипломата должны покинуть Великобританию в течение недели. Сарказмы и оскорбления со стороны Москвы в ответ на запрос Лондона о разработках химического оружия могут расцениваться как доказательство причастности России к использованию нервно-паралитического вещества против Британии, заявила Тереза Мэй. А высылка дипломатов – не единственная мера, к которой прибегнет Лондон. «Мы усилим таможенные проверки частных авиарейсов и грузов из России. Мы будем замораживать российские государственные активы везде, где у нас будут доказательства того, что они могут быть использованы для угрозы жизни или имуществу граждан и жителей Великобритании». Попытка убийства в Солсбери не просто атака на Великобританию. Действия России угрожают всему мировому сообществу, отмечает Мэй. «Это надругательство как над движением по запрету химического оружия, так и над правилами, которым следуем, от которых зависим мы и наши международные партнеры. Мы будем работать с нашими союзниками и партнерами для предупреждения любых действий, угрожающих нашей безопасности в Великобритании и за ее пределами». Вопрос использования химического оружия намерен обсудить и лидеры европейских стран. «Я хотел бы высказать свою полную солидарность с премьер-министром Терезой Мэй перед лицом этой жестокой атаки, инспирированной, вероятнее всего, Москвой. Я готов поставить этот вопрос на повестку дня саммита ЕС на следующей неделе». Рассекретить разработки химоружия в рамках программы «Новичок» призвали Россию и в НАТО. А использование подобных нервно-паралитических веществ Альянс рассматривает не иначе, как угрозу миру и глобальной безопасности. Вадим Крамер, UATV. Британский физик-теоретик Стивен Хокинг скончался. Ему было 76 лет. Он умер в своем доме в Кембридже. Проведя большую часть жизни в инвалидном кресле и утратив способность говорить, Хокинг изучал происхождение Вселенной, теорию возникновения мира и теорию черных дыр. О том, каким мир запомнит Стивена Хокинга в сюжете Варвары Миронковой. Он утратил способность говорить и двигаться, но продвинул далеко вперед науку о космосе. Автор книги «Краткая история времени», профессор Кембриджского университета. Ученый и писатель, объяснивший миллионам читателей теорию возникновения Вселенной и относительности времени. Таким был физик-теоретик Стивен Хокинг. До 1920-х годов все полагали, что Вселенная статична и неизменна во времени. Затем обнаружили, что Вселенная расширяется. Дальние галактики отходили от нас. Это значило, что они, должно быть, были ближе друг к другу в прошлом. Это и был большой взрыв, начало Вселенной. Хокинг родился в Великобритании, учился в Оксфордском и Кембриджском университетах. Во время учебы ему поставили диагноз – боковой амиотрофический склероз. В 22 года болезнь перековала ученого к инвалидному креслу. Позже отняла способность говорить. Врачи давали Хокингу не более трех лет жизни. Он прожил еще 54. Научился общаться с помощью синтезатора речи. Написал несколько книг и стал одним из популярнейших физиков мира. Стивен Хокинг был не просто ученым. Он был невероятно умным и человечным, с потрясающим чувством юмора. Помню, как-то его спросили, что было самой большой трудностью в его жизни. И он ответил – женщины. Это очень забавно. Хокинг перевернул наше представление о Вселенной и мире, в котором мы живем. Он был примером того, как выстоять и не сдаваться, несмотря на все препятствия. Известность в широких кругах Стивену Хокингу принесла научно-популярная книга «Краткая история времени». Она переведена на десятки языков. Общий тираж – более 10 миллионов экземпляров. Без сложных формул и терминов. Ученый рассказал о появлении Вселенной, природе, пространства и времени – черных дырах. У Хокинга был невероятный ум, который не постичь обычному человеку. Интересно, смог ли он рассказать людям все, что хотел с помощью своих исследований. На корпусах Кембриджского университета, где Стивен Хокинг был профессором, приспустили флаги. А в соцсетях вуза опубликовали видео с цитатой ученого. Смотрите на звезды, а не под ноги. Старайтесь понять, что вы видите и интересуйтесь тем, почему существует Вселенная. Будьте любопытны, и какой бы трудной ни казалась жизнь, всегда есть что-то, в чем вы можете добиться успеха. Нужно просто не сдаваться. Варвара Миронкова, UATV. Первое высшее учебное заведение в Украине – Киево-Могилянская академия. Основанная в начале 17 века и считается одной из самых старых учебных заведений в Европе. Среди ее воспитанников – те, кто играл ключевые роли в истории украинского государства. Любовь Задорожная продолжает рассказывать об уникальных вузах страны. Круглое трехэтажное здание на контрактовой площади Киева в Могилянке зовут циркульным корпусом. Хотя более века назад этажей здесь было не три, а всего один. А само строение предназначалось вовсе не для учебы, а для торговли. А его главный вход был ярусом колокольни Братского монастыря. Если вы посмотрите на фотографии 19 века, то увидите, что здание значительно ниже. И в нем в основном разные магазинчики. Ведь тогда здесь была рыночная площадь с торговыми палатками, а также святыни, посещаемые паломниками. Одной из главных святынь был Братский Богоявленский монастырь. Рядом с Братским монастырем еще с 1615 года действовала Братская школа. А с середины 17 века на ее базе появился первый вуз с университетским статусом – Киево-Могилянская академия. Давнейшие из ее корпусов называют староакадемическим или мазепинским. Ведь построили его на заказ гетмана Ивана Мазепы. Памятник архитектуры служит студентам более 300 лет. И даже решетки на его окнах имеют собственную двухвековую историю. В начале 19 века здесь жили студенты Киевской духовной академии. Они пользовались тем, что окна выходили на улицу и выбирались в город. Однажды после ночной вылазки студент вернулся в одном белье и решил сделать так. Взял кирпич, разбил окно и сказал ректору, что вечером лег спать, а кто-то разбил стекло, чтобы украсть его одежду с подоконника. Ректор только улыбнулся, выдал студенту новую одежду. Но после этого на окнах появились решетки. Рядом со староакадемическим корпусом расположена и ныне действующая Благовещенская церковь. Также с 300-летней историей. На ее стенах до сих пор можно увидеть вековые росписи. В этой церкви объединялись студенты, были младшие и старшие братства. Кроме религиозных целей, объединения помогали неимущим студентам. Ежегодно выбирали несколько студентов. За неделю до начала большого поста они ходили по подолу и собирали деньги, которые потом делили между самыми бедными студентами. В советское время внесло в историю духовного учебного заведения свою память. Это хорошо видно при входе в так называемый новый академический корпус. Во время строительства в 1820-х здесь из мозаики выложили Библию. Но при советах книгу изменили. В советское время, после Второй мировой, тут находилось Высшее морское училище, готовище политруков для всех четырех флотов. Ну и видите, какое ноу-хау они сделали. Немного подправили Библию, и получилась совсем другая книга со словами, которые почему-то приписывают Ленину. Хотя их произнесли раньше, чем Ленин вообще родился. С независимостью Украины академия оставила надпись, как память о тоталитарном прошлом университета. Хотя, говорят, возможно, мы последние ее запечатлевшие. Теперь мозаику все же изменят в связи с декоммунизацией. За 400 лет существования вид и история Могилянки обогащалась и множилась вместе с поколениями прошедших сквозь ее стены студентов. Старейший вуз Украины и ныне продолжает обрастать все новыми учебными традициями и множить страницы своей обширной биографии. Любовь с Дорожной, Дмитрий Гришко, ЮЭй ТВ. Спасибо, что открываете для себя Украину вместе с нами. Оставайтесь вместе с ЮЭй ТВ.